не смогли смириться с поражением и куда вас это привело снова ко мне приветствую скажу сразу этот мод версии 4.1 очень улучшил игру несмотря на все свои баги и недоработки но в этом видео я разберу только механику прокачки и изменений дисциплин а также все новые дополнения в районе голливуда если хотите продолжение про сбору всех заданий и не только от мода то поддержите это видео лайками и комментариями ну что ж начнем с некоторых подробностей во время установки игры которые можно скачать в этой группе в вк ссылочку оставил на описании и для начала мод на графоне домой эта штучка открывается на кнопку home у меня были некоторые проблемы с работой этого мода так что могу посоветовать не ставить галочку для слабых пока во время установки игры с улучшенной графикой и сразу видно насколько стало все сексуальнее далее ребаланс его оружие в игре из мода клан квест наконец-то исправили этот бред с уроном где кулак был сильнее почти всего холодного оружия а также новенький огнестрел завезли которые сделали намного сильнее особенно с некоторыми дисциплинами но также и урон по нам увеличился так что справедливо кстати теперь можно делать вот так много а если серьезно какого хера нам дают и ебучий гранатомет в середине игры чтобы что ходить ваншотать всех боссов ну ладно все прощай русская озвучка и здравствуй новая прокачка и так давай по порядочку изменение бонусов и дефектов от чистого клана стали такими бруха полное доминирование в диалогах но еще плюс 2 к безумию гангрилл как обычно бесполезное преимущество которое возможно будет полезно только при единичке человечности так его еще сделали социальным инвалидом в прокачке молковян сначала я не понял почему нету надписи полное замешательство диалог а потом еще убеждение забрали так я от этого вообще в тильту шел примерно таким образом но можете расслабиться помешательство в диалогах работает только непонятно почему убеждение на минус 2 по такой логике соблазнения с устрашением тоже должны плохо работать на сферату да именно такое преимущество тут нужно ведь крысы там как бультерьера по канализации бегают который хер поймаешь но это же клан который постоянно скрывается почему ему нельзя дать бонус на скрытность поебаться тебе не завернуть тарадо вернули бонус к внешности а также человечность действительно стоило бы меньше если бы я не словил бак на всех персонажах тремер стал настоящим физическим инвалидом но учитывая что они сделали с дисциплинами это справедливо вентру вернули бонус к харизме и лучшее отношение от комарильи как хорошо звучит и массового князя когда кровь в холодосе голубая так еще квартирку но выдадут сразу после первого задания двигаемся дальше из предыстории поменяли все которые дают бонус и убавили их количество на два а также добавили каждому клану одну которая дает улучшение дисциплин исцеления или силы крови теперь лист прокачки для начала самые очевидные изменения меня видно сила крови и исцеления если первое дает максимальное значение холодного оружия и сложнее выполнение квестов трипа а также убийство квейджин то вторая весьма сомнительная вещь потому что прям уж сильного отличия от регенерации я не заметил даже с самым большим бонусом от предыстории но учитывая то что хп не восстанавливается кормлением теперь уже надо подумать хоть как-то тактически иначе быстрая смерть поэтому возможно для новичков прокачка исцеления может быть весьма полезным далее из небольших изменений устрашение и обучение где манипуляция внезапно работает как надо и теперь ты не только предприниматель мой блатной а вот обучение по два за одну очку интеллекта и на оккультные предметы она видимо не распространяется ну и чтобы жизнь медом не казалось теперь кровь вроде бы уменьшается на единичку каждые четыре минуты вот тут уже начинаются какие-то странности потому что если стоять и смотреть она никуда не двигается а вот если бегаешь по делам с полоской крови на половину смотришь вроде и больше было короче работает эта фишка или нет разницы незаметно ведь единичка крови это всего лишь одна крыса в канализации тоже мне потеря теперь самое вкусненькое изменение клановых дисциплин во-первых теперь есть увеличение времени за каждый новый уровень прокачки а в магических дисциплинах уменьшили трату крови до двух единиц максимум да теперь кровавый котел можно использовать намного чаще но успокой свои влажные мечты о подрыве каждого встречного потому что у способности увеличилось время восстановления после использования справедливо и это только общее изменение всех дисциплин но есть и отдельные которые меняют абсолютно все так что идем на них смотреть в прорицание увеличили бонус на единичку неплохо как я думаю ведь урон от огнестрела и так невозможно поднять до 20 травматургия что ж теперь геймплей из него выглядит следующим образом как вы могли заметить основная атакующая способность это удар крови который не устанавливает нашу кровь а не то что там написано но с этим прекрасно справляется четвертый уровень а он уже не наносит урон щит же крови и стирание крови работают как обычно то есть 1 дает много защиты а второе делает почти всех боссов грушами для битья вот и весь геймплей урон от кипячения установить стиранием и на дамажность ударом крови вернуть кровь и повторить до приготовления только кипение крови стало какой-то слабоватое доминирование о как же это охуенно он стал чистейшим контролем боя от 1 2 и 4 уровня где босс просто ничего не может сделать пока ты чилишь сторонки ждешь восстановления 3 или 5 уровня дисциплины чтобы продолжать дамажить так еще со второго уровня они все становятся массовыми просто секс помешательство я много не ожидал но то что эта дисциплина делает из боссов не просто грушу для битья а подушку для избиения это конечно мощно просто 3 для размягчения и 5 уровень от агрессии все что нужно для счастья 4 же для людей и считается массовым со вторым сомнительные вещи во первых не взлома хакерство а во вторых может быть это полезно для новичков или любителей всяких секретиков которые не любят прокачивать обыск и последнее самое неопределенное анимализм на первом уровне поставили бонус крови от крыс серьезно спасибо конечно гангрил и носферадо теперь не умрут от голода но как теперь проходить миссии за гангрил по стелсу ведь только на втором уровне открывается массовая билка на успокоение на третьем же стандартные вороны который теперь наносит урон амор пофиксили и он уже не ваншотает но это неважно потому что на пятом уровне дали возможность отрастить когти и ебашить босса пока он уничтожен на смотрит на летающих бабочек то есть с одной стороны у нас сложнее стелсить если не анимализм до второго уровня но при этом можно стать магом с неплохим таким уроном в ближнем бою ну что есть то есть кстати пяти незаметности еле-еле хватает на невидимость босс а теперь давай немножко испачкам влажной мечты которые я только что рассказал ведь менять магические дисциплины на колесик мыши теперь невозможно так как их просто не будет пока ты не поставишь на горячую клавишу и только потом работают изменения на колесико выбывающую сторону кстати щит крови и в освобождении зверя обычным способом не выключаются поэтому нужно нажимать f8 если кто не знал теперь вы можете использовать эти способности в любой боевой локации и последнее это исцеление крови теперь она сама не выключится и заметить что она все еще работает ты можешь только после того как потратишь половину всей своей крови теперь расскажу несколько моментов выполнения заданий так как есть небольшие изменения во-первых задание трипа для его выполнения без затрат теперь требуется 4 взлома замков или же прокачанная сила крови на 2 во-вторых задание по поиску квинджин такая же проблема для открытия сундука ведь нужен взлом на 3 а это уже можно решить только прокачкой навыка если не хватило очков распределения в третьих теперь одноруковый дядю можно уговорить с тремя очками убеждения но при этом потерять неплохое такое оружие так что тут на выбор человечность или булава четвертых бонус в 2 очка опыта за раскрытие схемы бертрама теперь можно получить только у него после взрыва склада и спрашивая про упыря ногс в пятых нашел новый квест за малкови она в помещении игровых автоматов ну и последнее для самых безумных и сумасшедших я расскажу как получить два очка опыта за незаметную установку бомбы на складе начале нам нужно взлом на 4 и если закланы с магическими дисциплинами это легкотня где проходишь по балкам сверху открываешь дверь то вот за других придется повозиться сделав гигантский крюк с правой стороны при этом чтобы еще никто не заметил и если нужно отвлекал охранников предметами при этом запоминая их маршрут пути а также иногда избавляясь от лишних проходя дальше к заветной двери в санта монике это все теперь поговорим про дантаун и с квестами от толстого лари клуба скелтера пиши и дамзель ничего не изменилось но добавили три активности первое будет заданием после помощи лари с ним свяжутся сородичи наемники для контрактов по убийствам вторая это от костюмчика для которого нужно не грубить и иметь максимум шесть человечности третье же будет спасением проститутки от бандитов продолжаем двигаться в темпе вас после первого задания от князя будет ходячий за тобой бессмертный гуль наконец-то не нужно постоянно бегать до дома чтобы с ним пообщаться но предупреждаю в катсценах это выглядит криво и убогована потому что она постоянно где-то застарьет или стоит там где не должна и самая пиздатая блять и кстати есть баг с ней в том что не тратить человечность если она кого-то убивает холодным оружием так что-то я закидал тебе инфой поэтому давай расслабимся и посмотрим на работу мисс виллу остальное сам досмотришь так как теперь она его покажет любому персонажу после выполнения всех ее заданий другие квесты в голливуде не изменились ну что самое вкусненько новая локация за шабаш в которую как попасть я искал где-то час и диаблори который открывается сразу после разговора с андреем кстати здесь можно выбрать как проходить задание по поиску на сферату и где второй вариант даст опыта больше для начала первое это темный город с тремя вампирами которые скрывают свои темные секреты и магическая канализация сокращающая путь а также старыми добрыми квестами где никто ничего тебе не подскажет прослушал диалог перезагрузка не знаешь где определенное задание иди посмотри дорожную карту и все в таком духе хардкора по поиску заданий иногда с несколькими выборами его выполнения но бывает когда описание или перевод дают просраться где ты не можешь понять что от тебя хотят вторым же у нас будет механика диаблори бой с вампирами из-за нее теперь идет до половины здоровья а потом почему-то ты либо их убиваешь либо присваиваешь одну из двух дисциплин и это в зависимости от того кому будешь сосать поэтому советую глотать до конца а то пользы не будет а вот какая дисциплина выпадет из двух или трех это уже рандом также выбрать все влажные мечты а вызове зомби и тому подобное такого не будет просто доминирование дадут и сиди радуйся иногда повышается какая-либо способность мне попадались бесполезные по типу торговля исследования и скрытности и как вы думаете что самое важное в процессе диаблори это человечность потому что высасывание души вампира это всегда трата человечности которая становится очень дорогой а если ты это проигнорирует и пойдешь с тремя человечности сосать у трех вампиров то потом тебе покажут мультик о том какой ты сильный и могучий в этих каменных джунглях и отвечая на важный мой вопрос да в шабаш можно вступить с полной человечностью а потом уже хавать всех вампиров попавшихся под руку но будь готов к самым суровым проверкам на социалочку от этих призраков потому что даже если ты прокачаешь харизму устрашение или соблазнение до 9 как я это сделал то это не поможет тебе потому что для каждого персонажа нужно думать как его успокоить кому-то нужно угрожать кого-то соблазнить и так далее а узнать получилось ли это ты можешь только по последнему диалогу и для удобства вот тебе лайфхак сохраняйся перед тем как у босса осталось жизни на один удар так легче а последствия неправильного убеждения я все еще не встречал но кроме новых голосов во время безумия это потому что я не прошел всю игру почему же так произошло я очень устал босс очень устал так что если там добавлена какая-то новая интересная механика по типу борьбы с призраком или что-то подобное можете написать в комментариях ну и последняя ложечка с дерьмом если ты получишь свои руки 7 дисциплин то функция горячих клавиш теперь перестает работать и теперь прокачивая магическую дисциплину ты не сможешь ее использовать классно да два бага в одном блять месте ну хоть с пассивными такой проблемы нет раз пошла такая пьянка давай расскажу про билды которые я придумал начнем с простых конченая долбанутость пастух паразитов агент или жуткая одаренность доминатрикс это были чистые маги так сказать идем дальше дрянная чикса и хуя жулять и вебал буги мэн мания величия пророк и самый сложный билд в истории падшая чародейка с ним возможно пройти игру только потому что я использовал огнестрел но и от себя расскажу мальца впечатлений после того как впервые использовал мод для какой-либо игры для начала расскажу то что я не люблю играть с модами добавляющие что-то в игру которую я и так уже прошел и знаю ведь это ломает весь пазл который ты чательно строила собирал но оказывается когда мод не глобальный а также хорошо вписывается в геймплей и сюжет то это вызывает двоякое ощущение и это по большей части связано именно с втмб а также самим понятием моддинга где первое не дает тебе никакого направления как взять задание и где его получить а второе это всегда не актуальная информация которую ты даже если найдешь что она будет на английском языке по этим причинам непривычно то что ты уже должен знать наизусть может скрывать что-то новое поэтому тебе приходится заставлять себя высматривать каждый угол и пиксель надежды что ты найдешь новое задание или персонажа но с другой стороны когда ты узнаешь то что было добавлено когда ты начинаешь понимать что новое лучше старого и намного интереснее то сразу ощущаешь как попал в те времена когда впервые запустил эту игру и радовался всему что находил и изучал итак это я к тому что где-то слышал о существовании специальных заданий для каждого клана или изменение квеста в библиотеке но и сперва я нашел только для молковян а второе вообще не изменилось поэтому если вы что-то об этом знаете пожалуйста напишите в комментариях чтобы мне и другим помочь в экономии времени а на сегодня все ставьте лайкосы пишите комменты до встречи в следующем видео а